Олег Малаканов. Случай с мертвым двойником. Первое дело частного детектива Виталика. Вместе с Дэвидом Байроном закончил Виталик вступительный куплет, и на первый план вышла меланхоличная фортепианная соло. По радио транслировали тематический обзор английской музыки 70-х. — Еще как рейнинг, — добавил он, наблюдая, как по оконному стеклу сползают жирные грязные капли апрельского дождя. Не мешало бы окна помыть, — подумалось вскользь. Но сейчас было не до этого. Наблюдая за происходящим на улице и свои однушки на южной окраине Москвы, Виталик прикидывал, чтобы на себя нацепить для более-менее комфортного похода в магазин стройматериалов. Квартира эта, спасибо стараниям родителей, вкупе с недорогим разменом их бывшей общей жилплощади, являлась символом вступления Виталика во взрослую жизнь после окончания вуза. А так как Виталик стал ее обладателем недавно, с полгода назад, она, как любое вновь приобретенное жилье, требовала каких-никаких аремонтных работ. И их Виталик взялся делать сам, без посторонней помощи. Сейчас он как раз собирался поискать ручки и петли для межкомнатных дверей. Двери курьер из интернет-магазина доставил ему пару дней назад. На более серьезные покупки, а таковых по большему счету требовалось немало, денег пока не имелось. Виталик вытянул шею, чтобы увидеть внизу тротуар, а вместе с тем, во что облачились прохожие. Хотя весна, можно сказать, уже вовсю вступила в свои права, городской люд не спешил менять прикид. Большинство снующих по тротуару было одето в темные теплые куртки. Те, кто не имел капюшона или головного убора, защищались от дождя зонтами. Виталик бросил взгляд на уличный термометр. Плюс 10. Чего они так закутались? Тепло ведь! Раскользнула мысль, и он решил не уподобляться обывателям, что меряет шагами улицу. Достал из шкафа прогулочные треники, прямо на домашнюю футболку натянул легкую ветровку, нацепил на голову бейсболку. Вместо зонта послужит. Взял средних размеров полиэтиленовый пакет, обул кроссовки и был таков. Выйдя из подъезда, Виталик понял, что впечатление от силы дождя в момент наблюдения из окна оказалось явно не тем, что сейчас при непосредственном погружении в реальность. Капли падали часто и тяжело, и через сотню метров в ходу плечи ветровки промокли насквозь. «Плевать», — подумал он, — «через пару минут буду в стройматериалах». Проходя мимо своей автобусной остановки, Виталик бросил взгляд на объявление, которое он собственноручно приклеил неделю назад и на которое уже махнул рукой, поняв, что откликов не будет. Не приближаясь к стеклянному каркасу, он тем не менее заметил, что крайний справа лоскуток с телефоном оторван. Внутри что-то ёкнуло. А вдруг повезет? Образование Виталик получил юридическое, но насчет работы, как говорится, не попал в струю. А все из-за раздутого до нельзя в нулевые годы престижа профессии экономиста и юриста. Получив на руки диплом, он остался не у дел, так как свободных вакансий по его специальности в Москве просто не было. Теплые места заняли те, кто был буквально на пару-тройку лет постарше. Да, им повезло, они успели попасть в струю, а он нет. Однако долго Виталик не тужил. Он был молод и знал, что рано или поздно работу найдет. Он не был чересчур амбициозен и вовсе не лил мечту попасть в «Газпромовский небоскреб» и досидеть там до пенсии. Он вполне мог, потратив, правда, энное время и нервы, устроиться в обычную нотариальную контору, где люди тоже нехило получают. Однако на первых порах Виталик решил не спешить. Ему захотелось попробовать себя в совершенно шальном, что он и сам изначально понимал, проекте, поработать частным детективом. Ноги у этой идеи росли, разумеется, из детства. Кто не зачитывался в юные годы Шерлоками Холмсами, Эркюлями Пуаро и сменившими их героями современных детективов? Кто не сидел, затаив дыхание перед телеком, где доблестная милиция-полиция сражается с бандитским отребьем? Разве что какие-нибудь заоблачные граждане, которые признают исключительно книги или экранизации всяческих Ванегутов, Буковских, Хармсов, Булгаковых. Но сии граждане не в счет, ведь их, как ни крути, все-таки мало. Виталик принадлежал к подавляющему большинству и, конечно, миллионы раз представлял, как он ломает голову над психологическим портретом преступника, как предъявляет ордер на обыск подозреваемому, которого вывел на чистую воду, но чаще всего он прятался в засаде, в длинном плаще и с пистолетом в руке. Отголоски детства в теперешней взрослой действительности обрели реальные очертания. Как говорится, что задумано, то и сделано. Юридическое образование позволило без проблем удалить все необходимые формальности для получения лицензии. Виталик зарегистрировался в своем районном налоговом органе, как индивидуальный предприниматель, оплатил госпошлину и сдал все необходимые документы, то бишь медсправку и копии немногочисленных документов, включая ксерокс, паспорта и диплома. От теста на профпригодность его освободили благодаря тому же юридическому образованию, ибо считается, что оно автоматически дает его обладателю все требуемые теоретические знания, Итак, спустя месяц с небольшим, после сдачи документов он получил первичную лицензию сроком на 5 лет и стал профессиональным частным сыщиком. При всем при том, Виталик отчетливо осознавал нерадужность своих перспектив. Из минусов, что сразу бросаются потенциальным клиентам, в глаза отчетливо выделяли сразу три. Минус 1. Виталик сосунок и по возрасту, ему только-только исполнилось 25, и по внешности, которая, кстати, полностью соответствовала возрасту. В 25 некоторые молодые люди выглядят и постарше. Но это был не Виталика в случае. Второй минус. За плечами у него нет ни одного дела. И третий. Отсутствие собственного офиса, куда можно пригласить человека и выслушать его. Там должна стоять спецаппаратура, пусть для пускания пыли в глаза, но стоять должна. Все это убедит клиента в том, что он обратился к кому следует. Имелся и один неявный минус. Он очень существенный, и касался он, собственно, ведения работы. Если Виталик все же получит дело, то ему, чтобы добыть нужную информацию, наверняка понадобится помощь, либо собратьев по цеху, либо детективных агентств, либо представителей органов правопорядка. Пусть в глазах клиента он волк-одиночка, способный решить все проблемы, но на самом деле без знакомых в вышеозначенных кругах надежда на успех сводится к нулю. А связи у него не было. Все его вузовские однокашники-юристы вращались в сферах, никак не связанных с сыском. Виталик один в состоянии справиться с делом, но тогда оно должно быть легким, не геморройным. Он выяснил, что основной перечень заказов для частных сыщиков таков. Предоставление доказательств неверности мужа или жены. Таких заказов большинство. Выкапывание сведений для бизнес-структур относительно кредитоспособности, надежности, ненадежности их деловых партнеров. Сюда же можно отнести отслеживание случаев недобросовестной конкуренции, например, неправомерное использование тем или иным производителям логотипов и названий брендов, а также прямого или косвенного разглашения коммерческой тайны. В этом же пункте выяснение в интересах работодателей личных данных граждан, с которыми они намерены заключить трудовой договор или контракт. Поиск людей, пропавших без вести. Хотя вопрос этот находится в ведении полиции. К частникам в случае бездействия последние тоже обращаются. Тем более, что количество случаев огромно. Нанимают частников и для поиска угнанных машин, хотя и этот вопрос формально считается делом полиции. Поиск скрывшихся должников или их имущества по заказу банков. Обнаружение детей и... или места жительства одного из бывших супругов. Такие дела связаны со спорами по поводу общего ребенка, когда требуется найти его мать, отца. Как правило, кто-то из них забирает дитя и ложится на дно. Или других заинтересованных родственников. Чаще всего один из экс-супругов увозит Чада в другой город, а то и за границу. По гамбургскому счету и статистика обращений тому свидетельства, реальные надежды можно возлагать только на пункт первый. Здесь Виталику обращаться в правоохранительные структуры или кому-то из коллег необходимости нет. За объектом, интересующим клиента, он самолично ведет слежку, фиксирует его встречи на камеру мобильника, а если повезет, то и диалоги на диктофон запишет, а потом предоставляет все, что нарыл клиенту, получает оговоренную сумму и ждет следующего заказа. Здесь есть один нюанс. Клиенты часто опасаются, что сыщик может сам перейти на сторону противника, а именно уведомить подозреваемого субъекта, что он нанят для слежки за ним. Благодарный субъект платит сыщику деньги и ведет себя, на редкость, благочинно, в течение всего периода слежки пустышки. Чтобы избежать подобных случаев, как выяснил Виталик, заключается юридически грамотный договор о конфиденциальности поручения, подписанные сыщикам и клиентам, а составлять такого рода документы он умел. Первое, что Виталик сделал на правах сыщика-лицензиата, разместился в интернете. Объявление написал краткое, без пафоса и перечисления заслуг и регалий, каковых, собственно, и не имелось. Зачем пудрить людям голову? Виталик знал по собственному опыту, что часто люди откликаются на объявления индивидуалов по наитию. Например, понравилась манера изложения текста, привлек легкостью номер телефона. Одним словом, дело вкуса. Кто западет, тот и клюнет. Однако прошел месяц, а откликов по телефону ни по электронной почте не последовало. Виталик не поддался унынию, и как-то темной весенней ночью на автобусных остановках у своего дома и окрест расклеил объявления с лаконичным текстом услуги частного детектива и номером телефона. Не обошел вниманием и стены у входа в супермаркеты, хотя знал, что там его листочки не провисят и пара дней. Торговая клининг-служба такие штучки не жалует. Путь до строя материалов, хоть и был недолгим, заставил Виталика тихо материться. Мало того, что он промок до нитки, так еще и ноги промочил. Кроссовки не справились с разлившимися лужами, хотя Виталик перепрыгивал, как мог, в самые глубокие. Уже под козырьком у входа снял с головы бейсболку, стряхнул с нее воду и вошел. Покупателя в магазине то ли из-за раннего времени, то ли из-за дождя не было. В дальнем углу у полок с болтами и саморезами в полголоса переговаривались два продавца. Виталик пошел в противоположную сторону, туда, где на стойке висели образцы дверных ручек. «Вот это вроде ничего», – подумал он, глядя на аккуратную латунную ручку, наиболее подходящую по цвету к дверям, что ему доставили. Виталик бросил взгляд на продавцов, стоящих к нему спиной. Таких вещей он не переваривал. «Сейчас самому придется призывать на помощь персонал, в обязанности которого как раз и входит давать клиенту быструю и эффективную консультацию. Спереть и уйти, чтобы им было наукой», – промелькнула шальная мысль. «Нет, спрошу, я все-таки приличный чувак». «Можно вопрос?» – произнес он, указывая жестом на витрину. Продавцы повернули голову, и в этот момент у Виталика клёкнул телефон. «Может, по объявлению?» Он внутренне собрался взглядом, дав понять продавцам. «Сейчас один момент» и увидел на экране знакомое имя. «Талечка, ты где?» – раздался голос Ирки-дырки. «Вовремя, как всегда», – вздохнул Виталик. Их отношения, так считал во всяком случае Виталик, давно зашли в тупик. Вернее, это был тупик с самого начала. Они познакомились при странных обстоятельствах. Странно развивалась и их любовная история, которую назвать романом у Виталика просто не поворачивался язык. Порвать это дело представлялось необходимым как можно раньше и самым банальным образом. Просто послать ее куда подальше открытым текстом. Однако решиться на такое Виталик пока не мог, хоть и убеждал себя неоднократно. «Вот сегодня она приедет, и я ей все изложу». Знакомство произошло в сауне, сразу после того, как Виталик получил диплом. Его сокурсник Сашка Власов решил отметить свой день рождения небанальным образом и снял на целый вечер сауну в районе метро Коломенское. Как он признался гостям в разгар событий, когда уже набрался, место можно было найти и попрестижнее, где-нибудь в центре, чтобы всем было удобнее разъезжаться по домам. Но по деньгам центровую локацию просто-напросто не потянул. Для Виталика этот нюанс как раз и сыграл роковую роль. Компания между тем подобралась разношерстная. Из всех приглашенных Виталик знал только самого именинника и шапочным образом его бывшего одноклассника Серегу. Кроме них троих пришло еще шесть человек, причем четверо бабы. Кто все эти приглашенные узнавать не было времени, а спрашивать в лоб мавитон. К тому же Виталик был нелюбопытен. Пригласил Сашка и хорошо. При наличии интереса пообщаемся во время торжества, справедливо рассудил он. Но при этом заметил, что вся шестерка неизвестных довольно живо общалась между собой, а значит, люди друг друга неплохо знали. В предбаннике Власов получил подарки. Всех облобызал и приказал разоблачаться. «Хотите до гола, хотите до плавок и купальников. Кому как нравится», — сказал Сашка. «Только до оргии сегодня вряд ли дойдет», — пошутил он. Многозначительно кивнув в сторону ящиков пива и объемистой сумки с горячительным. «Да мы тебя просто поздравить пришли! Какая оргия!» — ответила одна из баб. Гости смущенно заулыбались и дружно закивали ей в поддержку. «Ну, тогда милости просим!» «Корректор А.Кулакова»